Что они делают? Она расцарапала мне шею. Доброе утро, здравствуйте. Да, у нас огромное количество здесь, ну как огромное, целых три кыски. Милых кыски. Но по ощущениям, как будто их штук 15. Очень активные, очень игривые. Сколько им лет? Сколько им лет? Им еще месяцев. Им всего по два с половиной месяца. Да, это котята канадского сфинкса, нашего красноярского разведения, очень активные. Итак, сегодня мы говорим о прививках. С какого возраста самых маленьких котят прививать? Сейчас вы рассказываете, мы будем их ловить. Подождите, я делаю эту свою важную задачу. Представлю нашего эксперта в области заботы о домашних питомцах, это Николай Леонов. Доброе утро. Доброе утро. Динадь, я деда Поля. Да, будем говорить о профилактике. Очень важно понимать, что, конечно, даже в домашних, квартирных условиях всех кошек и собак нужно прививать. Прививать как раз, начиная мы котят. И вот как раз котят прививаем мы двукратно. И щенков тоже прививаем двукратно. Почему это такое отличие от взрослых животных? Когда взрослых животных, даже непривитых мы прививаем однократно, этого нам хватает для выработки иммунитета. Потому что у котят еще какое-то количество времени, до 3,5-4 месяцев циркулируют материнские антитела. И очень они хорошо защищают достаточно, но постепенно их концентрация в крови уменьшается как раз. Важно вот в этот период, да, с 8 до 12 недель как раз нам начать вакцинацию. Некоторые вакцины сейчас есть с 6 недель применяются, некоторые с 8. Но чаще всего с 8 до 12 недель мы ведем активную вакцинопрофилактику. Вакцины как раз бывают различные. Они бывают живые, бывают уже инактивированные, то есть мертвые. И ни в коем случае нужно понимать, что это ослабленный вирус на сегодняшний день, современная вакцина. Это не только ослабленный вирус, это уже вирус, который никогда не может вызвать заболевание. Даже если мы применяем больному животному. Да, это не вызовет иммунитета хорошего, но больного животного это не заразит ни в коем случае. От вакцины нельзя заболеть ни в коем случае. И заразиться ни в коем случае тоже нельзя. Так вот, что мы делаем на самой процедуре вакцинации? Во-первых, котят... Держим кису. Держим, это правильно. Да, мы за неделю, за 10 дней, мы обязательно котят травим паразитов, потому что... Таблеточку даем? Да, паразиты снижают эффективность выработки вакцины, выработки иммунитета, вызванного вакциной как раз. Без очереди хочется, по-моему, на вакцинацию. Мне только спросить, всем только спросить, куда ты, иди сюда. Второе, мы обязательно прививаем животных здоровых, это очень важно. То есть перед вакцинацией мы обязательно животное осматриваем, смотрим уши, смотрим глазки, заглядываем в ротик вот так вот, берем, хоп, очень активно это делаем. Ловко получается. И измеряем температуру. Температура у животных, кто не знал, меряется ректально. Показывать мы сейчас не будем это делать, это не очень приятная такая процедура. А вот быстро это меряется? Быстро. Градусники сейчас быстро срабатывают, меряются. А бывают же градусники, которые вот лучом направляешь? К сожалению, у животных, за счет того, что у них есть шерстный покров, это не срабатывает. Не срабатывает такая технология. Если мы будем у сфинкса мерить, то температура на поверхности сфинкса, она немножечко больше, чем внутри него. Поэтому здесь очень важно понимать, что как раз меряется ректально, температура устанавливается на границах 37,5-39,5. Это нормальная для животных температура. Если мы будем говорить о донских сфинксах, наоборот, мы будем говорить о канадских сфинксах, у них температура чуть повыше может быть. Если мы будем говорить о донских сфинксах, они прям такие голенькие, резиновые, то у них температура такая же, как у всех. А это не голенькие сейчас? Это голенькие, но это все равно. Это такой флок. Если мы погладим, то они такие очень мягкие. Это канадский сфинкс, он как раз этим и отличается. что немножечко такое есть волосики все-таки, и у них очень красивый ушек, лоба, очень называется. Так, а мы сейчас будем прививать какого-нибудь? Мы сейчас покажем, как это делается. Да, прививать мы сейчас не будем, потому что это все-таки связано с тем, что для перевозки вакцин нужен температурный режим. Вот специально есть такие боксы, у меня, конечно, уже такой потрепанный. Вакцина обязательно, вот она раскрылась уже, вакцина обязательно должна быть упакована. Даже в клинике вы должны всегда проверять, что есть к вакцине как раз инструкция. И вот инструкция, она находится в самой упаковке, и если нарушалось право перевозки вакцины, обычно она немножечко, она бумажная, немножечко может отмокрить. Это уже проблема. Это говорит о том, что были перепады температуры, когда вакцину перевозили. Давайте попробуем показать, как это происходит. В полку ставится инъекция? В зависимости от вакцины некоторые инъекции ставятся в полку, некоторые инъекции ставятся, ну, сейчас наберем, покажем, ставятся внутримышечно. Есть такие исследования на сегодняшний момент, как раз говорящие о том, что кошкам нежелательно бы подкожно обводить многие препараты. Почему? Потому что американцы у нас доказали, есть риск такого заболевания, как инфильтрационная саркома. Поэтому кошкам даже в европейские некоторые клиники советуют даже ввыть в хвост, для того, чтобы не иметь проблем. Но все-таки мы всегда действуем по аннотации к вакцине. Это наш закон, это самое важное. Так вот, подкожный тип введения нельзя повторять дома, потому что все-таки это должно в специализированных клиниках находиться. Это вот таким образом мы вводим вакцину. Если мы внутримышечный тип введения, то абсолютно вот такой тип. Сейчас мы не будем наших животных стрессовать, вот, поэтому... Мы только в животных, но и нас тоже, да. Давайте еще раз, в двух словах, от каких заболеваний делается вакцина, в первую очередь? Если мы будем говорить о кошках, то это профилактика кальциевироза, ринотрохита и панликопени, которую часто называют чумой. Чумой у кошек не бывает. Есть панликопени. Ну и, конечно, такое заболевание, как бешенство. Обязательно оно должно прививаться. Обязательно все вакцинации мы должны производить в специальных местах, это в ветеринарных клиниках, они есть частные, есть государственные, в которых ставится отметка, в которых, во-первых, все делается по срокам, да, и в которых разрешено это делать, потому что условия должны быть определенные. Вакцина ни в коем случае не может перевозиться при обычной уличной температуре. Она не должна ни замерзать, она не должна при температуре там выше 4-5 градусов, она не должна... Если коротко, то прививать только у профессионалов. Да, обязательно, конечно. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо нашим маленьким друзьям. И большому другу маленьких друзей Николаю Леону. Мы заканчиваем заниматься с нашими... Может, еще это розовенькую потрогу. ...розовенькими и не только котятками.